всем привет с вами проект soul finder и сегодня у нас в студии новиночка от коби брайанта новиночка она появилась в россии относительно недавно что странно но тем не менее новинка считается коби adn x tff очень много очень много аббревиатур очень сложно все я вам все равно расскажу а сначала немножко покажу покручу поверчу и сейчас мы с вами поговорим об одной ужин очень важная вещь о позиционировании кроссовок коби брайанта в nba очень важно значит что такое коби adn ad after death после смерти после ухода коби линейка перестала иметь нумерологию и теперь идут буквенное сочетание nxt ну как бы next version ff это fast fit что добавлено в эти кроссы эта система полуавтоматической шнуровки без шнурков короче без шнурков но еще и не автоматическая полуавтоматическое натяжение ну и так далее сейчас мы к этому ко всему вернемся и в nba сейчас в этой версии народу очень мало очень мало то есть это буквально единиц там десяти человек нет а вот коби 4 который протро о которых мы в ближайшее время таки поговорим вот они просто колоссальное количество расцветок player player edition of для игроков какие-то лимиты выпускают и вот это количество меня просто поражает шокирует то есть в какой-то момент я в предсезонке еще заметил почему они все играют почему так много коби но похоже захват такая экспансия началась с лейкерс лейкерс даже дэвис и даже ховард играют в коби и я думаю что нас ждет новая эра вот я очень жду увидеть следующие потому что предыдущие которые у меня тоже есть руках ну я бы сказал что они честно горит на ней не кардинально различаются у них супер тонкий супер легкий корпус у них схожие гелевая подошва внутри пена ну разная пена но тем не менее полупрозрачная подошва и самое главное это технические характеристики непосредственно системы амортизации и комфорта базы платформы как угодно назовите очень схожи они и сейчас я покажу я покажу так сказать освежу в памяти что за кроссы были у нас тогда в обзоре в предыдущей видеопрезентации это коби внутри есть стелька внутри стелька всего честно вот она стелька лунарлон react renew мы можем называть ее как угодно и вот степень ее вращения эти кроссы практически ну они практически не были доступны в россии в nba они были ну постольку поскольку примерно как и вот эти ребята может быть все дело в том что они не супер айс оказались может быть вот эти кроссы они помимо того что это система фаст фит первая на баскетбольных кроссах nike с джорданом не путать это кроссы с крутейшей липучкой сейчас все удивились но об этом мы поговорим чуть позже сейчас я более детально расскажу вам про материалы и строение этих кроссовок значит очень тонкий прозрачный прям вообще прозрачный вы видите вот эти вот нейлоновые полосы которые уходят под подошву они кстати не совсем под подошву они где-то вот в этом месте крепятся и это тонкая прозрачная синтетическая мембрана мембрана их две первое это вот это вот но она прям что-то очень тонкая внутри и небольшое наполнение из к сожалению кросса совсем не моего размера поэтому мерить их смысла не было внизу в описании есть ссылка как их купить вот в этом цвете в кик свою 10 процентов скидка а другой цвет другие цвета я не знаю зависит от того когда перейдете по этой ссылке это официальные nike и бесплатная доставка из европы дней 10 они обычно идут если конечно dpd не кинет вас кто знает шутку тот поймет и вот эти нейлоновые полоски они как раз и являются креплением этой автоматической шнуровки я показал работу на 33 джордана здесь она видна намного лучше намного лучше здесь она имеет совсем другое строение она имеет иное строение не совсем другое конечно называется она не fast-fit а код фит вот так вот код потому что здесь идет натяжение посмотрите буквы г без какого-то подтекста вряд ли там в английском есть буква г она конечно больше букву l показывает тоже приравнивается так сказать к не крутому и вот это натяжение берем и затягиваем сейчас у нас все вот эти нити нейлоновые натянуты идет полная фиксация стопы насколько может фиксироваться вот это вот достаточно тонкой ниткой которая если порвется то все до свидания кроссовки и пора покупать новую или возвращать по гарантии в найк вот эта петля внутри она помогает расшнуровать на втором башмаке это будет видно чуть лучше но тем не менее я показываю что не все да тут досмотрят эта штука вы тянете и она расслабляет лучше всего при этом помимо того что вы тянете за петлю еще вытягивать язычок чтобы эти нити механически расслаблять ну то есть вот я покажу так то есть вы тянете и нить и эту штуку здесь у нас присутствует очень мягкий материал типа такого нубука я не знаю но очень тонкий очень мягкий очень пачкающийся и легкий и легкий эти кроссы действительно легкие потому что кроме вот этого основного синтетического материала в них практически ничего нет самый тяжелый здесь похоже эта система сама вот эта автоматическая шнуровка которая базируется в подошве и пена реакт вот посмотрите здесь я показываю реакт я лажанул в видео презентации кадетры через комментарии мне об этом писали да я не я не знаю разницы в этих двух системах амортизации точно так же как и вы не знаете потому что это разницы просто не рада ребрендинг это ребрендинг ребятки от лунарлона кстати вот эти отверстия посмотрите сквозные обеспечивают ну дополнительную вентиляцию этот плотный материал набивной никакого функционала не имеет она на штучке такая мягкая приятная классненькая здесь у нас логотипчик коби здесь какие-то шифры коби начиная с четвертой модели любит все шифровать петля для надевания и автограф автограф мамбы пятка достаточно жесткая хотя сами кроссы посмотрите какую степень вращения они имеют в принципе если поставить рядом анту пик и вот эти коби анты и пик будут пожестче хотя они очень редко используют там какую-то даже пластиковую вставку для против скручивания в этих кроссах же нет ничего против скручивания кроме механизма который ну по сути такой жесткий жестковатый но посмотрите какая степень вращения это очень большая нагрузка на свод стопы на свод стопы и поддержку и так далее но вот эта вся пена которая находится внутри она конечно хорошо амортизирует не так круто как boost и не так круто как lunar loan потому что lunar loan был эффективен но его решили доработать и на мой взгляд лично сугубо мой он стал работать хуже потому что формула поменялась а самое главное из breaking bad чтобы формула сохранилась второй башмак предварительно не знаю что если предварительно сделать бумажка только из него достал чтобы она не мешала и покажу вам самую крутую липучку в мире на мой взгляд я несколько раз вам показывал как нужно заправлять эту липучку чтобы шнуровать кроссовки в других моделях я рекомендовал ее засовывать как у солдеров в петли вовнутрь не важно потому что она клейкая вот эта часть и мешает вот эта часть но ребята вы уже поняли а может и не поняли придумали гениальную штуку они поставили вторую липучку вот сюда теперь вы можете сделать вот так и не парись надевать кросса просто посмотрите это же гениальное решение наверно какой-то 14-летний ребенок девочка придумал эту штуку и запатентовал ее это же все просто почему нельзя было придумать это 20 лет назад я презентации рассказываю почти 9 лет за 9 лет ничего даже близко похожего я всем говорил вот так вот вставляете видите не не клей пучки а в какой-нибудь щель засовывать чтобы она не мешала она все равно всегда мешает а тут придумали гениально просто об и все у тебя легкий доступ здесь чтобы посмотреть внутренний мир вот вся эта пена реакт она видите серого цвета она выступающая она на самом деле проскальзывает мне это не очень нравится по ощущениям внутри какая-то накладка красного цвета которая передняя часть немножко от этого избавляет набивной материал имеется в зоне пятки не очень много так сказать не делать кроссы громоздкими давайте еще раз я вам покажу как работает система полуавтоматической шнуровки значит вы видите сейчас натяжение вот этих нитей такое постольку поскольку мы берем и тянем кроссы и вы видите это натяжение да вот на этих ниточках все и держится как бы смешно это не звучало теперь мы дергаем за петлю и расправляем кроссы вытягиваем эти нити вот они у нас легко вылезают теперь вы можете типа выскочить из кроссов перешнуроваться и так далее такая игрушка стоит 16 тысяч 290 рублей на мой взгляд ценник конечно супер космический за достаточно спорные технологии то есть они конечно классные какие-нибудь хуарачи которые продают с автоматической шнуровкой и там это все наверное прикольно но использовать это для баскета не ребят я не думаю даже никогда не думал что я скажу даже в 33 джорданах ничего не перепутал до 33 а перед этим кстати мог перепутать потому что видеопрезентации 34 джорданов я несколько раз их назвал 33 33 джордана выглядит выигрышнее чем вот эта модель хотя бы потому что у них более жесткий корпус здесь корпус очень мягкий очень гибкий такой полуэластичный какой-то это круто но это совсем не коби вот в моем представлении человека который застал релиз первых коби вторых коби третьих коби ну я могу даже не повторять короче я каждый релиз заставал играл во многих коби но вот именно такое решение ну конечно схоже допустим коби 8 у них тоже отдельная стелька она вынималась здесь она не вынимается чуть палец не сломал пока пытался достать но вот этот бортик он тоже присутствует в коби 8 то есть он такой же похожий но там нет такой скручиваемости нет такого верчения и корпус более жесткий он там из цельного листа взял поэтому чисто for fun или если вы уж прям супер коллекционер кроссовок коби можете попробовать для этого скидка 10 процентов описании но глобально ну еще наверное не в этом поколении друзья с вами был серж до новых встреч